всем добрый вечер небольшая посиделка домашняя семейная захотелся апельсина сочного половину налей в холодильник ставь нафига ты тут еще загородилась в камеру я холодник у нас какое блюдо посмотри ой какая вкусная блюда это сверпака и вот так вот короче так и помидорку бери помидорку сверху телефон садись садись рядом садись телефон только убери в сторонку я видела бабушку которая верим вот так вот так раз макай шакай просто не то что там этот весь сыр я хочу короче вот сюда чтобы его на бутерброд это и массу хорошо мне не касается мечта любого человека который хочет вкусное блюдо приготовить чудово нет ли убери это блин я не могу помидорку до рукой положи все она горячая прям жестыла не на горячая и сыр и горячий давай все кушай офигенно это все это мы как придумали в интернете рецепт это называетесь об этом давай пашу макай ну ешьте ешьте что ты так ты с нами ну это вкусно очень офигенно увидела это блюдо сделать такой блюдо красоте да мы попробуем и помидорку сверху просто макаешь офигенно давай ты помидорку положил положил офигенно короче вот так он салей растаивает и батон мягкий классный что он это ну вот что-то пожарится да ммммм красота это блюдо у меня просто расставило тут он так надвязать с чем целым жара на улице конечно вау вообще офигенно и вот как запуска и вот как запуска дочь плечени которую маму ммммм красотенько мммм ммм 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 So дает очень понравится вот это или ты лучше вопроса вот так для компании сидишь тоже прикольно как ресторана да вот знаете мы сами короче все поняли я все это смотрела такая блин хочу 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 думаю весь циража мы бывает покупаем такой и надо попробовать залит от работы вентилятор кондиционер его хорошо на этом вентиляторы у нас который как свисток там показывать температура в комнате было 29 или 28 вообще если у нас все поставить можно простыть так зато на работу не проспишь так что хотел поговорить сходила к приставам вообще чуть не офигела пашки оставила свою сумку камера у меня вот но я ходила в улице снимать телефон взяла с собой телефон телефон для чего я взяла а screen показать чтобы у нас ракушка то есть она приходит онлайн у нас там кабинет специально для магнитов ских вот и там эти ракушки вы поняли до квитки которые зарплаты и что там меня почти 40 тысяч официально от сняли ну вернее отправили приставом от предприятия вот и что они самовольно и что они самовольно еще поснимали и опять же они таки друг на друга спирают значит это банк сам снимаем короче дач как она мне объяснила она не говорит сейчас я дальше историю расскажу очень блин тут они крошки сейчас она приходит вам зарплата или аванс снимайте все это мне пристав сказала потому что когда бухгалтера с работы отправляют ну там через банк проходит вот у меня сбербанк рабочая карта там какие-то пишут когда ну когда специально вот эти зарплатные там тра-та-та все такое вот значит я возмущаюсь почему у меня от зарплаты остаток сняли ангел со временем этот код пропадает но там пипец еще неделя не прошла и уже типа код пропал ну до этого то не было лежала и две недели до допустим я пользовался ну остатком своей зарплаты до половины да мне хватало там до следующего месяца и никто не снимал ничего в этом месяце это вообще 52 тысячи и дальше она я у вас сейчас я бы ничего так у меня вообще по суду 50 процентов а сняли столько она год я сейчас у вас вынуждена арестовать телефон я вообще чуть не упал смысле блин мой телефон взяла в руки но тысячи типа много давайте типа 500 рублей в течение 10 дней оплатите нога я подождите где-то я не буду вас забирать его дала мне квиток как там как хотите там через карту через банка платите либо там к этот qr-код я врус мысль а 52 это мало было она ну вот у вас долг такой немаленький групп кого долг немаленький уже если у меня в конце того месяца в конце мая было 550 там 549 а сейчас 498 500 я вручу шутите что ли долг я гру люди миллионы не платят а вы тут долг большой вы чё серьезного чё пошутили что ли ну и день игры тем более официально работаю я не собираюсь работу бросать тем более я говорила вам уже мне все планах посчитано до конца следующего года до конца 25 но дай бог если вот нам что подняли зарплату дай бог я примерно рассчитала плюс-минус где-то уже в ноябре двадцать пятом году я должна уже рассчитаться последний платеж внести ну то есть снимутся меня под последний платеж а может быть даже и раньше кто его знает да я говорю чё реально большой долг вы чё шутите меня было больше вообще от по идее по сути сейчас расскажу по сути я бы что дом давно рассчиталась я веду зарплаты у меня был официально долг сейчас скажу я платила платила официально долг был 465 или 475 далее смогла платить получит этот момент не работала но официально но просто нам не работал потом естественно это в банке крутится насчитывается насчитывается проценты но это я сама виновата значит проходит суд москве не в новокузнецкий москве приходит насчитывают они мне мне уже то есть это рассказывала 780 тысяч по 880 я такая думала но что-то безалаберно сама отнеслась я но не знала короче прав своих и вообще как бы не знала что можно сделать все это подать в суд и тебя за эти лишние проценты снимут ладно проходит время все сроки прошли опять суд значит они на ту сумму 780 опять накапливают проценты и приходят я я просто вообще открываю когда с почты забираю письмо я что же не упал миллион четыреста вы чё серьезно блин нужно одни что купить на тот момент я пишу отсылаю в суд что не согласна ну короче они ту сумму снимают вот эти лишние проценты до семьсот восемьдесят и все вот это как сумма она как в расслаблен плюс они так посчитали короче семь процентов зарплаты приставом короче 800 чем-то вот я приносила справку что анька не учится на моем иждивении снимали 20 процентов потом одна какая-то пристав такая да ну нафиг типа какие 20 процентов подавайте в суд но я такая короче перри кумика он думала на хрен с вами быстрее рассчитаюсь но 50 процентов 50 процентов ничего проживем вот ну тут вообще это нонсенс в этом месяце просто офигевший пашек от выживем с горем пополам да вот главное за квартиру план да что у град будет ну-ка подожди чё сквалистый ветер усиление ветра ночью 26 часов 25 но наступит на учуги сильные грозы град ливни и не взять и не в таких ситуациях выживали блин так что все норм так мне надо это где мой вверх китайский китайская я его реально покупала в китае сам он вот эти палочки не как бамбуковые я не знаю из чего не такой но легкий и широкий вообще обалдеть там они с большими помниться с палками ходить такими кому-то и почему его там покупали 25 рублей 5 юаней на тот момент было 5 рублей 1 юань стоит 25 рублей а мы как раз держали еще свой бизнес мы на продажу брали я себе оставила у пашки вообще все покупали просто все блин он запиздит кого хочешь это спекулянт стали да мы с вами как по династии напитки подают охладительный так надо узнать короче вот и семейки блин в четверг они будут хотят сказать на работе на даче на даче потом кошка вот эти выкинешь вот уже сидят кошка ну голуби понятно да там и вороны и голуби все тем подверг ничего вот лучше вы знаете сегодня вообще каким пристал мне за не приходило бы а мне еще кольцо на руке я такая блин а я читала раньше истории ну как истории реальные у людей к пристам приходим там скандали там тра-та-та они там кольца там у какой-то тетки серьги блин сняли но может быть те вообще не платят я учу серьезно что ли блин за телефон короче там кучи бумаг эти подписала на потом квиток принесете сейчас балалайку им не принесу квиток вот если оплатить оплачу а прессия не принесу я говорю чё принести за 500 рублей квиток реально надо себе галочку надо поставить я пришла на удивление никого в коридоре нету я не веду из этих должников как обычно кто не ходит они себе губы одна ленка ходит для самку нет все надо уже по загранке разъехали галочки их там не за границей ловите это ленка честно работает и платят платит еще сверху нормы блин это надо владимир владимир чем позвонить еще говорю я говорю так все еще раз я говорю к вам я бы не поняла сша раз вам без телефона без ничего вообще приду что вот так на сайт путина пропишем было тогда быстренько не забегу это чечек ее фамилия вот-вот к владимиру владимиру кучу приняла тортичек вы потом работать где-нибудь на якутии если бы я не работала бы другое дело там телефон чё там это как сказать описывайте до игры так сверху нормы плачу блин я были люди миллионы не платят блин а вот ним не ездить и ничего не арестовывать не телефона не золото ничего блин а это гораздо как кольцо приняла были подавите своими 500 рублями блин а там еще у меня такая сумма осталась 498 500 она решила подравнять меньше 500 я не могу типа вам это написать типа это но телефон неплохой игроков нет я грому китайские такая специально принижаю по идее мне еще за телефон я у вас ручку брала мне еще раз заплатить за него вообще приняли блин офигевший да на денег его тайгера на войну деньги там миллиарды воруют за мы за мышкой гублей и сейчас начали садить политику меня до мой блин так попробую сейчас этим абрикосы ничего так мягеньким я помню с волгограда купила бетонный абрикос еще была подростка не отец отправил по путевке астрахани волгоград в астрахани я заболела короче я город не посмотрела считай в инфекционке пролежала а чё там было 12 13 лет и мы короче как дебилы блин эти остановки были конечно руками да не помыли не помывшие фрукты вот как я помню не помню что ели то ли сливы то ли чуя не скромно даже и арбузы не косы я не помню чё я и пацаны заболели короче видно какую-то фигню славили да у меня рвало у меня температура 41 еще это воспитатель как воспитатели в то время были с нами ну там ехали подростки разные вот допустим по моему от 12 11 лет и я помню девчонки были старше 16 лет ну конечно у них интересные другие были вот и я говорю я говорю у меня голова горячим нет голова болит а уже видно пошел процесс покрою уже отравление пошло позже ехали от вас от всех голова болит она мне говорит отчета ехали то ли три или четыре суток в поезде до астрахани перво астрахани нас было вот выходим гостиница какая-то была и уже не помню гостиница что кровать такая большая я ложусь у меня все я я горячий короче меня туда выносили на руках приносил как и не помню живу сразу в больницу скорую на пожаре перепугались это же ответственность мы же несовершеннолетние да где-то лет на 12 и 13 больше такое короче отвезли в инфекционку там кровь все это сдали и короче я помню что на первом этаже я была в палате решетки выходить нельзя в тюрьме а там получается ну чтоб ты не распространял понятную а там получается мы были пять дней в астрахани потом опять надо на поезде ехать по моему сутки и ты в волгограде вот короче мне там капельницы ставили уколы ну что быстрее короче все это сделать мы же дальше едем нижнем а в этом городе оставаться и в этой палате было несколько кровать кровати и короче девчонку как девчонку по моему как молодая девушка с ребенком туда с маленьким заселение вот ну да она как с маленьким ребенком сопровождающим там годика два по моему ребенку было я помню вам грант показывать эти вот а пацаны где-то тоже в соседней палате нам выходить вообще было нельзя ну короче воспитатель ты приходили кто сопровождающие они через решетку что-то подавали нам что там чуть необходимо я помню даже последний день арбуз принесли там спел и астрахань то вообще да вот арбуз принесли виноград ну уже когда все как бы все нормально подлечилась такой вот и все и меня выпустили с пацаном выписали оттуда и уже короче по моему через какое-то время надо было сумки собирать и ехать дальше но волгоград да я уже посмотрела мы жили в гостиниц и интурист у нас мы жили на пятом этаже как я помню или или пятый или шестой внизу ресторан был вот так вы знаете вот кабаки вот такое вот вечером там у них жива музыка гулянка ну а мы-то как еще дети получается у нас где-то в сторонке потому что у нас был завтрак вроде обед и ужин ну завтрак и ужин я это точно помню у нас сторонке чтобы там не разгуливали по всему ресторану значит там же взрослые такое вот и с балкона смотришь вот это родина мать вечером она подсвечивает офигенно и у нас там экскурсии были всякие короче тоже фотки у остались экскурсии тоже жара я помню было и мы вот это к родине мать ходили там интересом так еще вечный огонь был забыл как он называется спускайся от учете не глобучим уже забыла какой курган мама в курган там спускайся как вечно огонь вот это вот рука с огнем с факелом ну конечно впечатления офигевающие вот я вообще рада что паша упавший папа мне взял то путевку вот просто легену вот так вот я такая была довольна счастливая а ну вот что я говорю с волгограда я короче купила бетон этих абрикосов сейчас скажу по моему ли 5 или 10 рублей на тот момент это был восьмидесятый годах конец восьмидесятых до конец восьмидесятых вот ну потому что все там закупали у нас же ничего такого не было блин и кое-как его довезла но они уже мягкие были спела уже в поезде даже как сказать поспели потом эти духи покупала но девчонки там короче знающие шахаризада вот такой бутылек и не знаю сколько он там 10 миллиграмм или 2 миллиграмма и помню такой зеленый я помню у нас не было то дефицит тоже что-то по 2 рубля что ли вот примерно такая цена а мне родили дали то ли столе 200 рублей не помню с собой еще я еще короче пола больше половины привезла им а те-то короче девчонки кто поздравление конечно там что-то вещи покупали но у нас такого не было вот дискотеки они ходили ну все равно вот такие впечатления остались вот и родители то не сообщили что короче что отравление меня было то я уже по приезду приехал и сказала вот такие дела классно классно было вот так вот такая история после завтра же у они ну как выпускной то есть они поздравляют поздравляют этих будут поздравлять учителей уже деньги сдали короче на подарки учителям они кожаное кресло есть заказали вот если мы сколько 550 помню сдали не знаю цветы надо не надо и либо это все вместе уже деньги входят ну вот я сказала что я пойду на это пашка то будет с ночи и он не пойдет потом не будет такого застолья как я поняла просто поздравит вручат там поздравительное все такое так я уже говорила были вопросы сколько вы платите за учебу за учебу в колледже мы заплатили но как было как типа добровольная но с подписанием но я не против потому что конечно какие-то что-то тратится на них но естественно всего 20 тысяч за два года я не считаю что это много и там можно было даже в рассрочку вот мы в рассрочку платили по 1000 по 2 по разному тут короче они говорит мам по ходу короче мы одни платим и еще одна девочка но они как благодетная семья это они на подружка они по-моему сразу заплатили но они там в два раза меньше платят за год 5000 а у нас получается по десятке да но они как бы тоже лучше все рассчитались и сегодня 1 здравствуйте подскажите оплата за обучение добровольная ну то есть найти получать диплом или посыпались какие-то ки вопросы нам как бы не трудно было вот эти вот последний года все равно я оплатила за учебу где тысячи где две тысячи зубь ну анки за учебу ничего страшного вот все в 2000 последнего не сам все рассчитались значит и книг классно руководит наталья андреевна здравствуйте да добровольно но когда вы поступали то подписывали договор об оплате взносов фонд колледжа я тут тоже свои пять копеек я просто возмущаюсь блин бывает школах в месяц 2 500 берут насколько я знаю у нас там тоже как ну как как могли так и платили кто 500 кто ну ну 250 там в месяц было вот так в колледже она год мама там реально делают на эти деньги ремонт если у нас в школе многие деньги пошли значит ну где-то окно до сделал как но дверь завуч директор там стол не стол кожаные мебель между прочим на минуточку натуральная кожаная мебель блин и германтин это сколько бабосиков платится офигеть то постоянно у нее интерьер блин менялся не четко на минутку да я говорю тут тоже пять копеек свои вставила короче в этот чат где вот это колледж я говорю сумма небольшая грех не платить тем более давали время в рассрочку когда пашка с ней ходил на поступление это можно типа в рассрочку это пожалуйста да такой сейчас пришло постановление в госуслугах короче имущество меня арестовали телефон и вообще хреневшие просто хреневшие так чё тут вам направлено постановление в рамках исполнительного производства так постановлением об оценке имущества должника вообще хренели из вам так производство по кредитному долгу соответствии с так где не прочитаны три штуки все офигевшие я не отказываюсь ни в коем случае да я виновата и не платила но блин но так нельзя вы офигели что ли я ничего не понять не могу просто реально так где-то что прочитать вообще ничего пойму так до чечек вручено 25 06 до мне кажется можно было запросто и знаете отказаться я говорю смс я говорю сколько раз прихожу до что-то узнавать в этот приставом никогда не было чтоб какой-то у меня имущество смысле с собой тот же телефон ну вот так видно и надо было какую-то галочку поставить блин охренели дайте нахер блин все же бесит блин я честно блин пятьсот рублей конечно смешная сумма но ничего так они с меня еще поимели блин я не стала спорить реально я знаете нельзя там возмущаться сами поняли да они там и всякие у них охрана блин и все так хочешь куда-нибудь загребить и загребли в меня хрен с ними пошли не пропадем не переживай год господи когда я пропадал и я учусь там вам никогда не жаловся просто рассказывать ситуацию по факту и чё-чё-чё хотела сказать куча мысли блин вообще думаю ладно хоть но 500 с ним фиг с ними в течение десяти дней погасите я внула чем я вы придется его с меня последний счет в 600 сняли я буду придется занимать но я такая им сказала ну тысячу мысль тысячу блядь еще полу сейчас телефон блядь заберет блин вообще офигевшие вообще просто хренили пашты где футболка смотрю под под этим вентилятором сидит так у меня что-то камера нагрелась ой блин и под вентилятором вот 29 28 29 показывает градусов это пленка я не короче не стал выбирать но вот такой вот свисток он вообще у меня в свобода шкафу париска либо в этот шкаф шкаф помещается в любое у него можно так кругу я помню у нас были эти круглые сколько столько места занимает а вот этот он вообще не я знаю есть еще как плоские такие как палка тоже хорошие вентилятора по уже наезд напилась уже я даже все ничего готовить не буду просто у нас будет салат с помидорами с огурцами и все я сначала хотела большую нет я принципе не хотел большой какой-нибудь бутылку шампанского или венца думаю мне маленький вот это хватит и все лучше бы я к ним судим вообще не ходил все блять охренели просто офигели так завтра у меня будет время я эту клеенку подстригу точно она мне тут все равно на те бывает к ногам прилипает жара блин к ногам чуть-чуть покороче сделала так мне нравится на в принципе а я учу хочу прозрачную то клеенку у меня еще дома скатерки тряпочные есть есть хорошие такие прикольные есть в клеточку но еще какие-то рисунки давно не это давно покупал короче лежат если просто тряпочного вообще не резон она и марается и туда-сюда катается ее надо под клеенку какую-то я люблю скатерти блин как не крути ну наконец-то я зимний поменяла бы поменяла не поменяла бы меня уже все это господи со 100 грамм уже все венца причем легкого я пипец жест какая-то набор слов уже пошел поменяла вам сказать то что вы просили ну блин я как-то бывает не замечала то не до этого то еще чего-нибудь с другой стороны девчонки хорошо что уже долг идет на меньшее количество посуде что он уменьшается реально уже уменьшается фикс имеет 50 процентов уже фиг с ними даже 52 тысячи ничего перетерпим переживем я даже не собираюсь работу ходить и мне все в моей профессии мне все нравится все устраивает да нету кассиров но это с кем я не разговариваю это везде такая фигня что взять завод взять да хоть что взять нету на рода вот так вот фу-то куматос пипец ладно мои хорошие я буду на этой ноте заканчивать с вами прощаться вот а что еще хотел сказать был же тут праздник троица многие вот не покупатели мы там в церковь тратата вот я работала конечно а вообще у меня в троицу они родилась я помню такой жарким был день 2004 год просто жара 30 мая невыносимо а не уродила но особо я схватками не мучилась в 17 40 я родила как я помню сама где-то блин но она рожала минут 30 единственное у меня что он этот вода не от ошиблись и детские подробности вот она там как-то проколола или чего не помню чего уже было я помню в коридоре девчонка так орала блин ну то есть схватки вот это все а я как-то это быстро пашка напился в тот день со славкой еще этого штельмаха собой взяли это славкин сосед но они с ним и работают на заводе андрей набухались мы еще жили в однешке на гардина 11 я им дала задание детскую кроватку собрать а не быть ни хрена не собрали ничего блять у пипец пробухали потом еще ко мне приходили под этим под окна то мораль покажали смысле покажи блин учен но в этот же день вообще не соскучишься не косо всех так мужья поступали мужики оба ладно вы хорошие заканчиваю с вами уже болтать уже так она говорила все всем пока спасибо что были с нами лайки комментарии с вас обязательно вот все мои хорошие надеюсь мы надо до дачи доедем в басики покупаемся на этой неделе все все всем пока пока